Привет, ребята! Это Мария из MariaTeachesEnglish. Спасибо большое, что присоединяйтесь сегодня! В звуке «е» слог не построишь, то есть звук «е» всегда идёт с другими гласными – «yard», «yogurt», «you». Сегодня мы поговорим с вами про те случаи, когда звук «е» идёт вместе со звуком «у», как, например, в словах «you» или «youth» или «usual». Очень часто в американском английском этот звук «е» перед звуком «у» пропадает, и вместо слова «student», как в британском английском, мы услышим «student», «new» будет звучать как «nu». Из-за этого даже может возникнуть путаница. Ну, например, «роса» – это у нас «du», а «дело что-то» – это «du». Так вот, в американском английском это всё будет «du». И вот это слово в американском тоже будет читаться как «du». В британском – это «du», в американском – «du». Как же понять, в каких словах этот звук «е» остаётся, а в каких он пропадает? Например, есть же такое слово как «few». Оно-то одинаковое и в американском, и в британском. Это будет «few» со звуком «е». Слово «cue» – очередь. «preview», «view», «review». Оказывается, всё дело в согласных. Нужно лишь запомнить шесть согласных, после которых чаще всего в американском английском не будет этого звука «е». В британском он сохранится, в американском мы услышим просто «у». Итак, эти согласные – «д», «н», «с», «т», «т», «т» и «з». Давайте посмотрим на несколько примеров. Глагол «но» в прошедшем времени – «ню», «новый», «ню», «avenue», «news», «nude», «revenue», «assume», «suit», «suit», «suitable», «consume», «consumer», «pursue». Звук «to». Звук «t». Всем любимый YouTube в американском английском превращается в «youtube». Звук «o» без звука «e». Здесь же «tune», «gratitude», «substitute», «institute», «estude», «tuesday», «student», «opportunity», «enthusiasm», «enthusiastic». И последний звук – это звук «z», «presume», «resume». Итак, мы уже с вами сказали, что за счёт того, что звук «y» пропадает в американском английском, многие слова начинают звучать одинаково. То есть «d» и «d», «ню» и «ню». Так вот, на этом очень часто построена игра слов в американских сериалах. Например, слово «duty» в американском английском начинает звучать как слово «duty», а это одно из слов, которое означает вот это. Давайте посмотрим на отрывок из сериала «Друзья» и попробуем разобраться, в чём же там был каламбур. Так, давайте поговорим про свои ду́ти. «Дути»? В этом году. «Дути»? «Алли». «Дути»? 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 «Дути»! «Дути»! Субтитры делал DimaTorzok And then it was really hard to sidestep that doody thing Duties Duties Poo Poo Oh, my God, this doesn't count Okay, the interview was over That was the real Chandler being in there This is just some crazy guy out in the hall Call security, there's a crazy guy out in the hall Poo I look forward to your call Отлично, теперь вы знаете еще одну фишку, которая поможет вам отличить американский английский от британского И да, если вы так же как и я работаете своим американским произношением, то не забывайте после звуков С, Н, Д, Т, Т и З опускать звук Е Спасибо за просмотр и до встречи через неделю Thank you so much for watching this video And I'll see you in the next one Bye-bye С, Н, Д, Т С, Н, Д, Т С, Н, Д, Т С, Н, Д, Т